Пряность Пряность. Главный товар в спор, на продаже которого можно неплохо нажиться. Добыть пряность можно из специального источника пряности, который бьет ключом из-под земли. Что довольно странно, ведь пряность это специи. Впервые источник пряности можно встретить еще на этапе существо. Однако использовать вы его сможете только в качестве развлечения. Ей! Использовать источник по назначению можно только начиная с этапа цивилизации. Вы сможете устанавливать на источники специальные вышки, которые и будут ее добывать. Но имейте в виду, что запас пряности в источнике конечен. Существует также водный вид источников пряности, которые могут захватывать только корабли. Примечательен еще тот факт, что корабли не могут захватывать источники пряности на суше. Как бы близко они бы не были расположены к берегу. Самолеты вообще не могут захватывать источники пряности. Но самое интересное начинается тогда, когда ваше существо переходит на этап космос. В то время, как на вашей родной планете чаще всего встречается красная и крайне редко желтая пряность, по ходу игры на этапе космос вы начинаете понимать, что видов пряности гораздо больше. У каждой из них есть своя цена, значение и редкость. На каждой планете может добываться лишь один вид пряности. Всего выделяют 6 видов пряностей. Красная, желтая, синяя, зеленая, розовая и фиолетовая. Но также существует забагованная белая пряность. Она появляется, если на планете, где априори не может быть колония, появляется колония и начинает добывать пряность. Чаще всего это происходит с газовыми гигантами. Продать и что-либо сделать с этой пряностью нельзя. И чаще всего это ведет к катастрофическим ошибкам в спор. Для чего нужна эта пряность, неизвестно. Ну ладно, давайте поговорим об известных нам видах пряности. Красная пряность. Самая часто встречающаяся пряность в игре. Минимальная цена 281. Максимальная цена 16268 спорлингов. Встречается повсеместно, но чаще всего в системах с красной звездой. Желтая пряность. Минимальная цена 375 спорлингов. Максимальная цена 22491 спорлинг. Встречается тоже повсеместно, но чаще всего в системах с желтой звездой. Синяя пряность. Минимальная цена 436 спорлингов. Максимальная цена 26140 спорлингов. Встречается только в системах с голубой звездой. Зелёная пряность. Эта пряность уже довольно редкая. Минимальная цена 843 спорлинга. Максимальная цена 50605 спорлингов. Встречается повсеместно, но крайне редко. И зачастую в системах с двойными звездами. Розовая пряность. Минимальная цена 936 спорлингов. Максимальная 56188 спорлингов. Встречается ещё реже и зачастую в системах с двойными звездами. Фиолетовая пряность. Самая редкая из известных видов пряностей. Минимальная цена 1218 спорлингов. Максимальная 73096 спорлингов. Самая большая цена пряности в игре. Встречается повсеместно, но чрезвычайно редко. А теперь немного занимательных фактов. На этапе цивилизация может заспауниться от 16 до 18 источников пряности. Если какая-то страна захватила источник пряности, но потом была захвачена, то источник пряности становится ничейным. При захвате всех источников пряности на этапе цивилизации вам даётся достижение пряно-барон. На этапе космос у каждой колонии есть своя максимальная вместимость пряности. Каждый колониальный город увеличивает это значение на 5. Хранилище пряности увеличивает максимальное значение в 2 раза. Во время нападения пираты будут забирать пряности с колонии. Примерно со скоростью 1 единичка пряности в минуту. Куда потом девается похищенная пряность неизвестно. Цена пряности выбирается случайным образом. Многие игроки считают, что пряности во вселенной спор имеют аналог в реальном мире. Так, например, красная пряность, возможно, является аналогом паприки или чили. Жёлтая пряность – лимоном. Синяя пряность – лавандой. Зелёная пряность – мятой. Розовая пряность – с сахаром. А фиолетовая пряность, возможно, является желатином. Зелёная пряность – лимоном. Зелёная пряность – лимоном. Зелёная пряность – лимоном. Почему мы еще здесь? Просто чтобы страдать?